Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Еще при Гиппократии считалось, что причина всякой болезни это нарушение питания, а способ лечения кроется в том, чтобы на разных стадиях заболевания подобрать сбалансированный рацион. Со временем понятие диетологии как лечебного питания развеялось, и теперь в случае чего мы бежим в аптеку за антибиотиками. Человеку, привыкшему не обращать должного внимания на пищу, гораздо проще принимать лекарства и отделаться от болезней. Между тем, скорректировав свой рацион, мы можем уменьшить проявление хронических болезней. Так, например, снизив количество перца в наших любимых блюдах, вы с легкостью позабудете об изжоге и гастрете. Ну, о правильном питании поговорим сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, у нас в гостях Дарья Масленникова, врач-диетолог, врач ЛФК и спортивной медицины. Добрый день. Добрый день. Такое длинное сделало вступление. Думаю, что вопрос питания животрепещущий почти для каждого человека, и все мы считаем так или иначе, что мы как-то движемся в этом направлении, к светлому горизонту, но, тем не менее, вот правильно ли мы это делаем? Попробуем выяснить сегодня. Самый первый вопрос. Кому нужен диетолог? Понятно, что диетолог нужен тем, кто хочет похудеть. Понятно, что диетолог нужен, наверное, тем, кто имеет хронические какие-то заболевания. Ну, а остальным, получается, нет? Я думаю, что диетологи бывают тоже разные. Бывают клинические диетологи, которые работают при больницах. В этом случае, да, это лечебные столы, и лечебные столы назначаются на какое-то определенное время. На момент обострения, предположим, язвенной болезни, столы могут назначаться сначала один, потом другой, и последовательно расширяются до общего стола. Но существуют и диетологи, которые работают с людьми не только с нарушениями веса, а с теми, кто хочет научиться правильно питаться в обычной жизни. Потому что от того, что мы едим, будет зависеть от того, как мы себя строим. То есть мы состоим, в общем-то, из того, что мы в себя закладываем. Мы то, что мы едим. Частый самый лозунг. Мы так и назвали сегодняшнюю программу «Ты то, что ты ешь». Хотя мне лично до конца никогда она не была понятна. Почему непонятно? Непонятно, как то, что ты положила в себя, строит твой организм? Это не ясно. Ну, наверное, так все-таки немножечко спорно. «Ты то, что ты ешь». Не знаю. Потому что в зависимости от нашего химического строения существует, мы состоим из определенного набора химических элементов. Самые большие и распространенные, то, о чем мы говорим, это белки, жиры и углеводы. Чаще всего. И наша еда тоже состоит из белков, жиров, углеводов. Чтобы не усложнять, я обычно не беру какие-то уже дополнительные элементы. И если мы положили неправильное соотношение белков, жиров, углеводов, то и наш организм будет и расти, развиваться неполноценно, и может развиться какое-то заболевание. Поэтому от того, какие, от какого качества продукты, и от того, в каком соотношении они к нам поступают, будет зависеть от того, как мы будем с вами жить, функционировать, жизнерадоваться. Ну, прекрасно. Раз уже начали говорить про белки, жиры и углеводы, наверное, в этом направлении тогда и пойдем. Что значит сбалансированный рацион? И насколько это индивидуально? Это, на мой взгляд, индивидуально в любом случае. Потому что каждый человек уникальный, и у каждого человека есть какой-то определенный набор качеств, особенностей. И, в принципе, заболевания, если уже так говорить, по сути вещей, у нас очень редко люди... У кого из людей отсутствуют полностью какие-то заболевания? Увы. Да, к сожалению. И поэтому сбалансированный рацион для каждого человека свой. Есть общие принципы построения. Их полезно знать любому человеку. И есть принципы построения диеты для людей, которые имеют какие-то особенности. Сбалансированный, это значит, в нем будет определенное соотношение белков, жиров и углеводов. Есть нормы, которые прописывают институт питания, да, и есть нормы, которые изменяются в зависимости от активности человека. Потому что если человек, предположим, занимается спортом, и он хочет нарастить мышечную массу, ну пусть это мужчина какой-то. И все мы знаем, что мышечная масса – это белковая структура. Ну, по крайней мере, многие, надеюсь, об этом знают. Это белковая структура. И если это белковая структура, то поступление определенного количества белка в организм поможет ему эту структуру нарастить при грамотном, скажем, построении тренировок. Вот это как раз то, почему мы едим, да, почему мы то, что мы есть. Если же человеку не хватает белка, то как бы этот человек ни строил график своих тренировок, он не сможет добиться роста мышечной массы. А как он должен догадаться о том, что ему белка не хватает? В этом случае очень часто используется дневник питания. Для того, чтобы посмотреть, какой у человека рацион, я обычно прошу человека написать без изменений. Я, кстати говоря, предчувствовала, что эту тему затронем, вот дневник питания, вот насколько правильно он составлен в плане, что вообще там должно быть? И кому, собственно, стоит ввести такой дневник? Я думаю, что хоть раз любому человеку стоит ввести дневник питания, просто для того, чтобы понять свои пищевые привычки. Поэтому в дневнике питания всегда по графам указывается время подъема. Я прошу и время подъема, и время, когда человеку ложится спать. Это очень важно, потому что определенные биологические вещества, то есть гормоны, да, все про гормоны слышали, они вырабатываются согласно суточным ритмам. И если мы это не учитываем при приеме пищи, это может вызвать нарушение именно в выработке этих гормонов, а, соответственно, изменение веса человека. Обязательно будет графа состав пищи. Что именно попадает к вам в рот? Я прошу положить абсолютно, и писать абсолютно все. Жвачка, вода, укусили там, за ребенком доели, любые моменты. И в каком количестве? То есть это граммы, это могут быть не обязательно граммы. Иногда некоторые говорят, я не имею дома весов. Это значит, в этом случае это можно указать в соотношении с чем-то. Это будет кусок там курицы с мою ладошку, ну, к примеру. Или это может быть стаканами, или это может измеряться столовыми ложками. Также в дневнике питания я обычно прошу указывать графу, зачем человек это делает. Это уже эмоциональная составляющая. Почему именно человек ест? Потому что он так привык? Потому что это нужно? Или потому что он действительно чувствует голод? Это помогает человеку разобраться, а где он переедает по эмоциональному фактору, а как вообще у него возникают пики голода. И в зависимости от этого подстроить свой рацион питания. И обязательно графа физической активности для того, чтобы можно было понять, как изменять вот это соотношение белков, жиров, углеводов согласно уровню его физической активности. Ну, а вот если человек решил повести такой дневник для себя, для чего это нужно? Что он может извлечь из этого? Из дневника питания он может понять, есть ли у него эмоциональная составляющая в приеме пищи. Может быть, он не хочет упорно замечать, что он переедает по каким-то причинам. Это если он честен с собой и ведет дневник адекватно, то он сможет это увидеть. Он сможет увидеть, как он доедает за ребенком. И обычно это мамы страдают молодые, которые дома сидят. Или человек, наоборот, сможет увидеть, что у него очень большие промежутки от одного приема пищи до другого, что тоже недопустимо с точки зрения физиологии желудочно-кишечного тракта. И человек сможет понять состав пищи свой. А какие именно продукты к нему попадают и что они ему дают? Мы говорили только, что рацион сбалансированный, достаточно индивидуален в зависимости от физической активности, возраста, пола, наверное, даже где-то. Естественно, да. Но при этом есть общие правила. Вот, наверное, об общих этих правилах есть смысл поговорить сегодня. Вот, соотношение белков, жиров и углеводов, которые человек должен съесть в течение дня, какой здесь алгоритм? Какие общие правила? Общие правила обычно такие. То есть соотношение между белками, жирами и углеводами в рационе, как правило, если говорить абсолютно здорового человека, это 1-1 к 4. То есть 1 грамм белка на килограмм веса, 1 грамм жира на килограмм веса и 4 грамма углеводов на килограмм веса. То есть углеводов побольше получается в течение дня. Углеводы наше топливо, да. Но углеводы углеводам рознь, это тоже можно сказать. Если мы говорим об общепринятых, сейчас внесена небольшая поправка. Жиры все-таки, поскольку большинство рационов переполнено жирами, то сейчас обычно берется норма 0,8 грамм на килограмм веса человека. И маленькое уточнение, если вес человека близок к нормальному. То есть если ко мне приходит на прием человек, и у него вес 120 килограмм, то естественно за норму нужно килограмм углеводов. Да, то ему не нужно будет такое количество углеводов, и тем более не нужно будет такое количество жиров. Поэтому здесь все зависит именно от, как я и сказала, и существует коридор нормы. То есть то, что я назвала, это среднестатистическая какая-то составляющая. Коридор нормы, предположим, если человек очень маленькую физическую активность имеет, это может иметь 1 грамм на килограмм веса белка. Если же человек занимается силовыми нагрузками, это будет от 1,5 до 2 грамм белка на килограмм массы человека. И такие особенности, они встречаются у каждого. Вот поэтому физическая активность-то и указывается для того, чтобы понять. А что подразумевалось под фразой «углеводы углеводам рознь»? Существует две подразделения углеводов, скажем так, по химическому составу. Две большие категории углеводов. Углеводы простые. Это тогда, когда молекула углевода состоит из одной из двух молекул. Примером ярким является сахар. Самый обычный сахар – это глюкоза, которая стоит на нашем столе. Это самый простой углевод. И есть углеводы сложные, чье строение состоит из нескольких цепочек молекул и имеет еще в составе углевода клетчатку. То есть непереваримые какие-то волокна. По-разному эти углеводы всасываются, совершенно по-разному влияют на наш организм. Поэтому соотношение… Простые, проще съесть, и они быстренько усваивают. Да, они быстренько, конечно, усваивают. А нам надо, чтобы медленно усваивались. Да. Потому что чем быстрее всасывается углевод, тем больше реакция организма. Чтобы углевод – это энергия, я уже говорила до этого. И эту энергию потом необходимо доставить в клетки, где она будет расходоваться. То есть глюкозу необходимо доставить в клетку, где она будет превращаться в энергию. Но если, предположим, мы сидим на работе, ничего кроме умственной работы у нас нет, и мы съедаем простой углевод. Потребность в энергии мозга не очень высокая. Если мы съели не одну-две ложки тех же самых углеводов, а пол шоколадки, к примеру, что очень часто бывает, кстати, то в этом случае… Ну уж есть, так есть. Да, да, да. То в этом случае избыток углеводов, поскольку он нам не нужен, путем тех же самых химических реакций, будет превращаться в жир. Потому что жир и ругать организм за накопление жира – это нелогично. Жир – это универсальное топливо. При сгорании одного грамма углеводов образуется 4 килокалории. Это единица энергии. А при сгорании одного грамма жира – 9 килокалорий. В какой валюте удобнее запасать? Понятно, что в жирах. Поэтому если избыток простых углеводов, то у нас есть гормон инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Вот он-то и способствует тому, что углевод протаскивается в клетку. Но если мы его тут не расходуем, то, соответственно, клетка сделает из него жир путем химических реакций. А инсулин – это как вот паровозик. Причем этому паровозику абсолютно все равно. Если вы съели шоколадку, в шоколадке будут и углеводы, и жир. В этом случае у вас в клетку уже одновременно будут идти и углеводы, и жир. Если вы съели, ну, предположим, один сахар, то здесь уже, конечно, чуть может быть меньше вред. Поэтому простые углеводы не только в виде сахара, а вот шоколадка, выпечка, особенно выпечка с песочного теста, то, что содержит в себе дополнительное количество жиров, оно может провоцировать накопление, если человек эту энергию не расходует. И может повлечь за собой вред для поджелудочной железы, потому что выброс инсулина бывает очень большой. А если мы, соответственно, кушаем сложные углеводы, к сложным углеводам относятся каши, относятся крупы, то в этом случае относятся даже хлебцы или, предположим, хлеб, то в этом случае насыщение произойдет не быстро, насыщение будет происходить медленно. Вам дольше не захочется есть. И, соответственно, вы дольше эту энергию будете расходовать, и меньше риск того, что все это превратится в жир, и меньше нагрузка на поджелудочную железу. Даша, но человек же должен тогда понимать, сколько этих самых белков, жиров и углеводов он съел. Как с этим разобраться? Вот обычно и для этого ведем пищевый дневник. Потом, предположим, вот я съела, условно говоря, давайте что-нибудь на примере. Ну, вот конфету, да? Хорошо. Конфету из этой пачки. Как мне понять, сколько белков, жиров и углеводов я употребила? Проще всего ориентироваться, что в состав продукта входит, по этикетке. Обычно всегда призывают читать этикетки. На этикетке что будет указано? Здесь обязательно будет пищевая ценность на 100 грамм продукта. Как правило, на 100 грамм продукта. Иногда указывается, конечно, на, предположим, один хлебец или на одну конфету, но это бывает гораздо реже. Будет указано, вот в данных конфетках, что белков 0,67 грамм, жиров 0,2, а углеводов 79,8 на 100 грамм продукта. Соответственно, мы берем общий вес пачки, делим на количество конфеток и получаем, сколько мы получили. И, скорее всего, помимо этого, да, мы смотрим, к какому категории относятся продукты. То есть все продукты условно можно подразделить на три категории, на белки, жиры и углеводы. И здесь, если мы видим преимущественно больше углеводов... Получается, что это углевод все-таки. Это углеводистый продукт, да. Причем, когда мы посмотрим с вами состав, там, лимон, корень имбиря, фруктоза, патока, желирующий компонент, лимонная кислота и сорбиновая. Становится понятно, что патока и фруктоза – это простые углеводы. Здесь сложных практически углеводов нет. Да, достаточно сложно все это. Но я, кстати, слышала, что сегодня диетологи не заставляют людей считать калории, потому что им, видимо, важнее, сколько человек этих калорий израсходовал, что ли, чем съел. Или как вот это сейчас происходит? Просто если считать только калории, да, только калории, то в этом случае я могу съесть одну шоколадку и восполнить практически половину запаса энергетического, который мне нужен за день. Но при этом я не могу больше ничего не есть. Да, но при этом я... Вот у меня получился энергетический состав пищи хороший, а в этом случае качественный состав, который я получила – это будут простые углеводы, это будет жир, и это практически не будет белка. То есть важно не только количество энергии, которое вы получаете, но и качество продукта, которое к вам поступает. От этого и будет зависеть. В этом случае, если я буду, получается, если даже логически рассуждать, представить, что мы упрощенный вариант, что мы просто вот такая вот машина по переработке энергии. Получается, я положила себя у простые углеводы и жир, я запасла жир, и при отсутствии энергии я еще из простых углеводов еще сделаю жир. То есть чем больше шоколадками я питаюсь, тем больше жира во мне будет. Ну вот, как-то вот так получается. Поэтому можно не заставлять человека считать, иногда для него это бывает очень тяжело и очень трудоемко. Но надо, чтобы… Когда я учу человека, я всегда учу, чтобы он понимал, в каких продуктах содержатся белки, в каких продуктах жиры, в каких продуктах углеводы, и в какое время это можно съесть. То есть целью своей работы я обычно ставлю, что человек может подойти, открыть холодильник, посмотреть на время, и он должен понять, сколько сейчас времени, и что он из того, что у него есть в холодильнике, может съесть. В таком случае, каким образом распределяются жиры, белки и углеводы по времени приема пищи? Вот все говорят про завтрак. Завтрак, завтрак. Все-таки каким должен быть завтрак, обед и ужин? Строго следуя правилу «завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу"? Строго я считаю нет, потому что у всех разные режимы работы. Бывают люди, которые работают на ночную смену, бывают разные уровни физической активности, но есть разница и в соотношении между белками, жирами и углеводами в зависимости от завтрака, обеда и ужина. Вот многие люди не могут есть утром. Вот встают и говорят, я выпиваю чашку кофе, но не могу себя заставить, не могу есть. В таких случаях я всегда задаю следующий вопрос. А что вы ели вечером? Если человек пришел, энергетические траты человека вечером минимальны. Ну что, пришел человек, помыл посуду, ну, поиграл с детьми, ну, редко кто-то что-то очень физически активит. Да, ну, прилег перед телевизором, скорее всего. Да, как правило, да. Как правило, именно так и происходит. И если при этом он съедает большое количество углеводов на ночь, то в этом случае у него энергетический запас углеводов пополненный. Потому что вот углеводы имеют свойство немножечко назапасаться в нашем организме. И, естественно, когда он встает утром, у него нет аппетита, у него нет желания есть. Основные энергетические траты все равно происходят с утра до обеда, ну, часов до 4-5, до 6. У людей большая часть активности. Поэтому если переучить человека, да, и распределить его рацион по-другому, я обычно как говорю, да, вот человек, предположим, представим себе треугольник перевернутый. И если он кушает так, как перевернутый треугольник, с утра мало, под вечером много, он и будет выглядеть, да, как перевернутый треугольник. Поэтому я обычно ему говорю, там, предположим, Иван Иванович, вы как хотите выглядеть? Он говорит, ну, конечно, как Аполлон, чтобы плечи широкие, а остальное узненькое. Я говорю, вот и объем съедаемой энергетической вами пищи должен распределяться именно таким образом. Потому что если вы с утра покушаете углеводов достаточное количество, у вас будет энергия для того, чтобы вы работали, неважно, физическая у вас работа или умственная, и вы просто успеете эту энергию расходовать в течение дня. Поэтому завтрак – это самый объемный, наверное, по количеству углеводов. Но не по общему объему. Все-таки самое большое по объему считается обед. Это обед. Да, это обед. А в обед – это последний прием пищи, где мы употребляем достаточно жирную пищу, потому что жиры у нас расщепляются долго, до 8 часов в организме. Я уже говорила по суточной активности гормонов. Вот у нас вечером, и много сейчас об этом говорится, вечером у нас вырабатывается такой гормон, как гормон роста. Он будет так ответственен за линейный рост организма в высоту, а потом, когда мы взрослеем, он ответственен за накопление жировой ткани, за мышечную ткань. Он ответственен на гормон красоты, он еще по-другому называется. И вырабатываться он начинает во сне в 22-23 часа вечера. То есть вечером, если человек спит. И если на этот момент у него в крови большое количество жирных кислот и большое количество углеводов, то гормон роста просто-напросто начинает вырабатываться в гораздо меньшей концентрации, и человек постепенно полнеет. Ну, просто лечь попозже, подождать, пока все переработает. Он вырабатывается только во сне, поэтому… Не обмануть его. Не обмануть организм, суточные ритмы, к сожалению, не обмануть. И проводились исследования, когда две группы людей, те, которые ночью бодрствовали в силу разных причин работы, они более склонны к ожирению, чем те люди, которые ночью спят и при этом еще правильно ужинают. Поэтому отказываться от ужина нельзя, да, ужин должен быть, потому что выработка вот этого самого гормона роста снижает стресс. А первый стресс в организме какой – это голод. Самая первая наша потребность. Поэтому нужно все-таки определенные интервалы между приемами пищи соблюдать и соблюдать определенный состав пищи. Вечером углеводы не нужны, поэтому вечером мы обычно употребляем нежирный белок. И это могут быть овощи, в которых вот простых молекул углевода мало и очень много неперевариваемой клетчатки. Например? Это может быть капуста, любые разновидности. Белокочанная, брокколи, цветная. Это могут быть тушеные овощи, это могут быть свежие овощи. И рацион может различаться в зависимости от зимнего и летнего периода времени. Если вы зимой в холодный период времени придете и будете кушать сырые овощи из холодильника, вам станет холодно, вам вы не будете наедаться. Будет желание все равно что-то съесть. Поэтому в зимний период времени... С тепловой обработкой. Да, с тепловой, хотя бы минимальной тепловой обработкой рекомендуется. А вот летом салаты очень хорошо идут вечером. В сочетании с нежирным белком, пусть та же самая рыба запеченная. Хорошо, Даш, а все-таки чувство голода периодически возникает, и для того, чтобы его обмануть, неплохо бы что-то перехватить между основными приемами пищи. Вот, может, уже обратим внимание на наш стол. Все-таки чем это перспективнее сделать, чтобы с меньшим ущербом для организма? Если это перекус, это все-таки должны быть сложные углеводы. И в сочетании, наверное, с белком. В качестве сложных углеводов, ну вот у вас морковка, предположим, лежит. Как вариант перекуса, если человеку нет других ограничений, скажем, по питанию, это могут быть, потому что быть, этические вегетарианцы, это могут быть другие разновидности ограничений в питании, то к такой морковке можно добавить или белый йогурт, или 10-процентную сметану в этом случае. Это будет белковый и немножко жировой продукт, который дополнит. Это могут быть хлебцы и сыр. Это могут быть отруби, вот у нас отруби. Вот по поводу отруби сегодня, мне кажется, достаточно серьезно увлекаются многие. Многие, но очень важно посмотреть состав отрубей. То есть вот здесь вот я уже посмотрела, отруби у вас показаны достаточно интересного состава, хорошие, в общем-то, отруби. Почему? То есть когда вы читаете, если в отрубях, здесь состав какой? Отруби ржаные, соль ржаной и морская капуста, сушеная и соль. Если же в отрубях частенько встречается мука, ржаная или пшеничная, то есть это продукт обработки, в этом случае количество сложных углеводов будет в разы уменьшаться и увеличиваться количество простых углеводов. Такие отруби нежелательно использовать для перекуса. Даша, сейчас идет пост, очень многие, на самом деле, придерживаются. И в пост, наверное, все равно какой-то особый режим питания, и для организма это не очень просто. Как избежать какого-то ущерба для здоровья в этот период? В частности, в основном-то ведь отказываются люди от белка в пост. Чем его восполнять? Ну, я всегда про пост говорю такую вещь, что пост — это не только ограничение в питании. Это в первую очередь нужно понимать, что это вещи, которые связаны с религиозными моментами. И это больше, наверное, ограничение в каких-то этических моментах. Безусловно. Но если мы говорим об ограничении белка, чтобы не... Потому что если мы убираем белок, у нас получается основной акцент пищи идет в пост на углеводы. И чтобы не случилось недостатки белка, чтобы у нас не снизилось количество определенного компонента в пище, в этом случае очень часто применяют... увеличивают количество бобовых. Потому что в бобовых содержится достаточное количество растительного белка. Он несколько хуже устраивается. Он не очень полноценный по своему составу, но на какой-то период времени восполнить запас белка можно. Поэтому течевица очень активно используется. Если мы возьмем и посмотрим состав, то по составу получается у нас на 100 грамм продуктов идет углеводы 53, белки 25 и жиры 1,1. При правильной термической обработке, если нет у человека противопоказаний по состоянию здоровья, то бобовые очень хорошо насыщают организм и белками, и углеводами. Когда хочется похудеть, а похудеть хочется периодически почти всем, то, в общем, достаточно популярны различного рода диеты. Ну, и не знаю, можно сейчас называть сколько угодно, многие на слуху, что диетологи об этом думают? Назначают ли диетологи диету для быстрого похудения? Существует определенное время, за которое можно снижать вес, и которое считается нормальным, скажем, в среднестатистического человека, если мы берем здорового с избытком массы тела, то 500 грамм в неделю – это очень хорошая потеря веса. Но если ко мне приходит человек, чей избыток массы тела составляет всего лишь на 2-3 килограмма, для него такая потеря будет, собственно говоря, губительна. И в этом случае надо учитывать, кто передо мной, с какой целью он собирается эту диету применить. Если у человека какая-то проблема по состоянию здоровья, можно назначить лечебную диету. Но надо понимать, что диета – это временное ограничение. Временное. В том-то все и дело. Что когда диета заканчивается, если человек не меняет своих пищевых привычек, то у него, к сожалению, все возвращается на свои круги. Поэтому задача не только применить временную диету, к сожалению, они бывают еще и губительные. То есть неадекватное соотношение белков, жиров, углеводов неадекватное влияет. Ну вот несколько лет назад очень увлекались все кремлевской диетой. Это углеводная диета, да? Это белковая диета. Причем, насколько я помню, в кремлевской диете не было ограничений по жирам. Поэтому очень часто, да, поэтому очень часто, во-первых, шли нарушения и жирового обмена, шли нарушения углеводного обмена. При недостатке углеводов человек становится вялым. У нас мозг работает на углеводах. И извращаются процессы биохимические таким образом в организме, что очень часто бывают нарушения цикла у девочек. Поэтому неадекватный прием такого рода диеты, он, к сожалению, плачевно сказывается на организме, восстановить который бывает очень сложно. И если у человека проблемы какие-то по почкам или по печени, да, заболевания почек или печени, то в этом случае такая диета может быть для него совсем губительной. И такие случаи, к сожалению, встречаются. То есть лучше все-таки обойтись коррекцией того, что ты ешь? Да, так называемое рациональное питание. Когда для каждого конкретного человека в зависимости от его цели и задачи выстраивается, изменяется соотношение белков, жиров, углеводов, решаются какие-то проблемы. И человек должен понимать, что это режим питания на практически всю оставшуюся жизнь с отступлениями. Обычно я что говорю? То есть есть обычный режим питания, есть разгрузочный режим питания. Если человек способен, предположим, он неделю держит разгрузочный режим питания, потом ему становится сложно, и он не два дня обжирается, а он возвращается к своему какому-то до этого режима питания, чуть более расширенному, на 3-4 дня. Таким образом убирается психологический дискомфорт у человека. Вот по поводу психологического дискомфорта. Когда с некоторыми людьми заводишь речь о здоровом, полноценном питании, то людям, у людей сразу провоцируется стресс. Кажется, что это, во-первых, невкусно, во-вторых, очень тяжело, в-третьих, это очень голодно. Вот как психологический барьер этот преодолеть? Нужно объяснить человеку, в каких-то случаях показать человеку, покормить его, в том числе, какой-то полезной пищей, для того, чтобы ему стало понятно, что это вкусно. Я обычно предлагаю сделать как игру. Давайте поиграем, возьмем любой рецепт и адаптируем его, практически любой рецепт можно адаптировать под правильное питание. Уберем какие-то компоненты, может быть, какие-то компоненты чем-то заменим. Адаптируем его под нормальное питание и расположим в распорядке дня таким образом, чтобы человек и не пострадал, дискомфорта у него не было психологического, и в то же время он получил достаточное количество белков, жиров, углеводов, согласно его компоненту. Я предлагаю действительно всегда своим клиентам сделать из этого игру. Интерес. Когда у человека есть интерес, у него пропадает страх. Ну, все равно сейчас вот если подводить какие-то итоги по тем, что мы говорили, то здоровое питание полноценное – это желательно всем, правильно? Я считаю, для… Независимо от того, есть ли у тебя лишний вес, есть ли у тебя какие-то заболевания. Потому что рациональное питание позволяет нам что сделать? Оно позволяет нам добиться того, что человек будет активным, для того, что он будет бодрым. Когда он свои суточные ритмы знает, и в зависимости от приема, он будет лучше функционировать, он будет лучше себя чувствовать. Поэтому даже если у человека нет проблем с весом, рациональное питание поможет ему сделать его жизнь более комфортной. Ну, я думаю, вот это вот такая точка нашего сегодняшнего разговора. Спасибо большое за беседу. В течение своей жизни человек ест примерно 100 тысяч раз и при этом затрачивает на процесс приема пищи около 15 лет. Стоит ли удивляться тому, что от процесса питания сильно зависит развитие и функционирование всех, без исключения системы организма любого человека? Диетологи уверяют, что секрет долголетия именно в здоровом и полноценном рационе. Приятного аппетита и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова